Всем привет, с вами Гринчис, вы на канале CryptoCommons и посмотрим быстро, сегодня реально постараемся посмотреть быстро, что по рынкам. 4-х часовик, который собственно мы с вами и ожидали, правда многие ожидали его еще здесь и самых жадных, кто не умеет рассчитывать риск, здесь ликвидировало. Ну ребята, это школа жизни, как вы хотите на рынке прийти и сразу рубить кучу иксов. Вот этот огромный дивер, о котором мы говорили, отрабатывает, желтая точка на сайфере, всеми любимая. В общем, с высокой долей вероятности мы сейчас пойдем еще выше. Но давайте понимать, действительно ли это Санта-Клаус ралли, которое будет приурочено к китайскому Новому году, все-таки Китай у нас правит миром, да, запускает себе DC, сучкубранит биткоин и все такое. Или это фейковая хрень, потому что смотрите, на недельке, критический у нас с вами момент, на недельке мы пробили таки сетку AMA Ribbon, пробили. И прям телом свечи, посмотрите, хайка наши, закрываемся ниже, что очень хреново, потому что здесь мы телами свеч не закрывались. И вы скажете, ну все, пипец, то есть может будет, конечно, сейчас отскок, но потом это вниз, медвежий рынок. И я вам скажу, я так не думаю. Я так не думаю, потому что, смотрите, во-первых, очень много медведей. Реально, если вы посмотрите, кучу блогеров уже переобулись в медвежью сторону. Я думаю, что я один из немногих, кто все еще топит за бычку, по крайней мере в русском сегменте. Да и я вам больше скажу, комментарии, почитайте комментарии под каждым видео или почитайте чаты, просто каждый первый уже топит за медведей. Соответственно, индекс страха и жадности все указывает на рост. Но технически вот это, конечно, не очень крутая история, разве что мы можем сравнить с Total, с общей рыночной капитализацией крипты. Здесь все красиво, посмотрите, за счет альткоинов, которые держатся, мы удерживаем сетку идеально. То есть я думаю, что здесь более точно смотреть Total или даже Total 2, который удерживает еще лучше сетку. Капитализация без битка. И вот капитализация без эфира Total 3. То есть альты удерживают тренд, биток же показывает такую некую слабость, но возможно это ложная слабость, ложный пробой, чтобы всех, как говорится, ликвидировать и в ту сторону, и в эту. Как мы уже с вами говорили на канале, если мы отключим свечи, то мы увидим более-менее честную цену биткоина, которая плавно идет наверх с такими легкими коррекционными изгибами. Но если мы включим свечи, то мы видим, что мы обгоняли эту честную цену, потом под нее уходили, снова обгоняли, снова под нее уходили. То есть логично предположить, что мы снова скоро ее обгоним, если мы в аптренде. Короче, чему я веду? На малых таймфреймах очень вероятен сильный отскок, как мы видим и по многим альтам. Вот лайткоин прикольно разворачивается, рисует то, что я называю ковш большой медведицы, который по всем параметрам пробивается наверх. Биткоин кэш очень давно валяется под днищем и только-только начинает вроде тоже какие-то ростки пробития. Но пока еще это не подтверждено, ребят, потому что здесь мы видели то же самое. Но Dash, интереснее всего Dash, который еще буквально позавчера у нас с вами взлетел со 115 баксов на 157. Все орали, ура, Dash, 36%, в то время как падал биткоин и эфир, помните? И Dash к битку, соответственно, тоже подрос в этот момент, да, вот он. И теперь мы видим легкую коррекцию до сетки MA Ribbon, Dash к битку, то есть биток и эфир пошли его догонять, а Dash чуть-чуть скорректировался. И люди уже паникуют, пишут, что за хрень? Опять же, мы просто вернулись на ретест сетки, и люди пишут, what the fuck, Dash scam, зачем я застрял в этой монете? Короче, ребят, вы с таким настроем торговать не научитесь точно. Вам надо или выдыхать и понимать, что вы можете несколько дней в позиции быть в просадке и добирать ее, либо просто уйти с рынка и не торговать, потому что вы 100% просрете депо просто. Dash все нормально, смотрите, идет в этом канале, который мы с вами тут рисовали. Канал разворотный, вот здесь вот был переломный момент, сейчас он начинает идти в рост. Единственная интересная вещь на Байбите, что фандинг у Dash отрицательный, соответственно, его больше лонгуют. А вот фандинг у биткоина, эфира и рипла положительный, то есть их больше шортят. Так что я думаю, что сейчас против толпы все пойдет, может быть Dash еще чуть-чуть дампанет, но не точно. Но то, что все начинает to the moon, это уже практически, как говорится, one-way ticket, потому что ну куда уже падать, ребят? Ну просто куда уже падать, скажите мне? И так всех попугали. И кто любит вот такие графики острых ощущений типа Dash, я хочу еще дать один нефинансовый совет-дисклеймер. На бирже Ascendex торгуется Ascendex токен. Собственно, я на этой бирже тоже торгую и потихонечку аккумулирую позицию, лонг позицию по ASD токену. Это их биржевой токен. Биржа очень похожа на Binance, с практически всем тем же функционалом, ну разве что здесь более пустые стаканы. Меньше ликвидность пока, это бывшая BitMax. У нее немного дурная слава, но тем не менее, их после даже недавнего хака горячего кошелька, все нормально, выводы работают штатно. Но я лично небольшим объемом депо здесь угораю, и вот, вы думайте сами, просто на мой взгляд, этот Ascendex токен достаточно низко упал. И здесь есть кросс маржиналка, в которой, собственно, в третьем плече можно это все дело набирать, добирать. Вот, ну естественно, ребята, еще раз говорю, дисклеймер нефинансовый совет, это просто то, что делаю я. Ну вот он, этот график Ascendex, посмотрите, ему в принципе есть еще куда падать. Есть куда падать, но тем не менее, от хая, спекулятивного, он уже скорректировался на 90%. То есть потихонечку, потихонечку заходить в монету, если даже она сделает вот так, и добирать здесь ее еще все полгода-год, это для вот таких черепаших инвесторов, как я, хорошая стратегия, на мой взгляд. Потому что биржа развивается, по-любому будет хайп, и все, я не говорю, что сейчас залетать, а вы на всю котлету, но добирать позицию по этим значениям, на мой взгляд, можно спокойно. А так что, сейчас куда ни плюнь, вон все альты зеленые, все отскакивает. Поэтому, ребят, я не знаю, чего еще вы ждали, что все пойдет безоткатно вниз, пробивать днище. Золото тоже, кстати, неплохо отскакивает. Напоминаю, что на бирже Femix вы можете торговать золотыми контрактами. Вот, я пока выхожу в безубыток только, накапливал тоже позицию, все это падение. И вы поймите такую вещь, ребят, что пока вот вы видите финальные падения, то есть уже было дно, да, почему угодно, по золоту, по альткоину, по любому активу. Было дно, тут все добирали, тут много кто набирал позицию. Потом повезли сквизить ниже, это не повод выходить. Хотя, если вы торгуете, конечно, в большом плече со стопом, то здесь многие вышли по стопам или их ликвиднуло. Но для среднесрочного low leverage трейдера в маленьком плече, это повод докупаться, потому что мы увидим вот такую штуку, как правило. По крайней мере, в моем случае эта стратегия работает. Даже вот здесь, если бы вы докупались, то вы увидели вот такую штуку. Вот, поэтому, друзья, все нормально, Dash возвращается в канал, биток эфир бычья. Что с альткоинами в целом? Давайте посмотрим для этого график доминации. Биткоин доминация, как мы от нее и ждем, падает дальше вниз, рисует нам ложные отскоки и по ходу собирается пробивать свой исторический all-time low. И это очень бычий расклад для альткоинов, ребят. Потому что мы лежим вот на предпоследней поддержке и ее прямо сейчас пробиваем. Так что альткоины очень даже хорошо отскакивают. Вопрос, какие? Поэтому, ребят, либо разделяйте на 10 разных монет или больше, и смотрите, какие стрельнули их плавно разгружать. Либо локти потом не кусайте, чтобы в другом альткоине застряли. Вот, ну и по биткоину еще хочется добавить, что он на самом деле еще даже не начал расти, друзья. Потому что вот этот график BLX к money stock, это он нам показывает, насколько биткоин вырос к печатному станку FRS. И как вы можете видеть, мы еще даже не переписали high, который нарисовали в 2018 году. То есть у нас вот эти 20 тысяч долларов находятся выше печатному станку, чем вот эти 60 и почти 70 тысяч долларов, которые сейчас. То есть посмотрите, сколько денег напечатано, то биткоин, понимаете, грубо говоря, биткоин сейчас как минимум должен быть вот здесь, переписывать свой прошлый high в 20 тысяч на уровне уже там 100 с чем-то тысяч, понимаете? То есть, короче говоря, биткоин в принципе должен вот так за ту замунить по всем законам жанра. Поэтому, ребят, дисклеймер не финансовый совет. На рынке выживает сильнейший. Тот, кто пришел за быстрыми иксами нарубить сегодня-завтра, по-любому все просрет. Так устроен рынок. Не поддавайтесь всеобщей панике, истерии, не слушайте блинчаты. Все, конечно, читайте, слушайте, но делите на двое-на-трое и делайте свои выводы. Только вы отвечаете за свои сделки. Поэтому, друзья мои, смотрим, насколько это был ложный прокол. Если мы сейчас восстанавливаемся, опять идем выше сетки, то сетка не переворачивается в медвежью сторону. Мы продолжаем бычий тренд. Друзья, китайский Новый год будет просто умопомрачительным. Ну, а с вами был Гриня. Все ссылки в описании. Торгуйте на Bybit, Femex, Binance, Ascendex. Торгуйте с холодной головой, с риск-менеджментом. И не забудьте про золотишко. Если думаете, куда фиксить прибыли, фиксите, конечно же, в тезер. Но также рассмотрите Pax Gold. Он есть и на Binance, и на других биржах. Это аналог золота. Потому что, ну слушайте, золото сейчас начнет свой тузымун. Нафига вам эти доллары, которые дешевеют и скамятся с каждым днем? Все, ладно, что-то я уже дофига дисклеймерных нефинансовых советов раздал. Друзья, все ссылки в описании. Всем профитролей. Лонгуем аккуратно. Ставим лайки, стопы, тейки. Скоро увидимся.